Корейское направление – одно из самых популярных у иркутских абитуриентов. Михаил Соловьев выбрал его случайно, но не пожалел. Студент с удовольствием изучает корейский язык и азиатскую культуру. В планах у Михаила поехать учиться по обмену. В принципе, такие мероприятия позволяют нам прикоснуться к культуре, окунуться в нее, ознакомиться с ней также и стать на шаг ближе к ней. Образование, туризм и культура – основные направления в русско-корейских отношениях. Так, на неделе корейской культуры пройдет показ фильмов, обсуждение литературы, а также встреча поэтов двух стран. Ее посвятят наступающему 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. Надеюсь, что культурное сотрудничество между Иркутской областью и Республикой Кореи позволит преодолеть все невзгоды, исторические моменты, которые сейчас мы переживаем, тяжелые. Но через культуру, через народную дипломатию я уверен, что все будет хорошо. На открытии дней корейской культуры присутствовали и гости из страны утренней свежести. Они рассказали нам свою легенду о Байкале. У нас есть такая теория, но если эта теория, конечно, это не доказано, но уже древний год, древние корейцы, я имею в виду, наши предки, предки именно до нашей эры, мы жили рядом, возле озера Байкала. В рамках Дней корейской культуры пройдет множество мероприятий, связанных с обменом опытом. На открытие прибыл и посол Республики Корея. Он лично открыл события. В планах встреча с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым и мэром Иркутска Русланом Болотовым. Многие в Корее увлекаются русской культурой, в том числе музыка, танцы. Так, например, в Корее недавно был концерт с участием российской балетной группы. К слову, в России также многие увлекаются корейским культурным контентом. Тем самым между нашими странами расширяется культурный обмен. Дни корейской культуры завершатся 1 июня. Дарья Пастушенко, Александр Гаврилов, Иван Прокудин. Новости сейчас.